всем привет зрители которые также приобрели посуду и талон спрашивают у меня некоторые зрители как ее правильно подготовить я в принципе сделал все по рекомендации сейчас я это покажу включаю плиту на максимум нагреваю жаровню посмотрите видно что цвет жаровни и казана у меня отличается да это потому что в казане я готовлю постоянно а в жаровне нет у казана уже ровный темный слой именно потому что я ежедневно в нем что-то жарю подождем когда жаровня полностью нагреется и станут станут горячими ручки обратите внимание что дно у жаровни было светлее еще только что сейчас жаровня нагревается и дно уже потемнело вот если в жаровне готовить так же постоянно как я готовлю в казане то она через какое-то время тоже станет внутри такая темная это в принципе ее антипригарный слой некоторые зрители мне писали о том что лучше правильней прокаливать чугунную посуду льняным маслом я об этом ничего не знаю я этот слой делаю обычным подсолнечным рафинерным маслом тем которым я пользуюсь обычно сейчас это вот такое просто да то есть без всяких заморочек никакие специальные масла я для этого не покупаю на чем готовлю тем и прокаливаю то есть казан я вообще не прокаливаю первый раз я его так же смазал кордюком и после этого я готовлю 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 и все то же самое сейчас я буду делать жаровней обратите внимание поднимается здесь пар потому что дно уже сильно нагрето до верха еще сильно не дошло но в принципе так как дно уже раскалено до верха жар дойдет но уже сейчас можно налить масло как мне сказали достаточно одной столовой ложечки налью одну столовую ложку нужно вот так вот размазывать когда масло запечется можно будет готовить сегодня в этой же ровне я пожарю стейк в казане стейки у меня получаются отлично они получаются у меня сочными я могу как закончить как на сделать медиум прожарку так и полную прожарку много масла я наливать не рекомендую столовую ложку ну максимум две столовых ложки вообще достаточно по времени это занимает буквально несколько минут ну наверное около 10 минут займет у меня лучше конечно использовать лопатку такую чтобы железной ложкой не повреждать уже образовавшийся слой все вверх полностью раскален сейчас цель такая это запечь масло именно запеченное масло и будет являться антипригарным слоем естественно если этого слоя нет то где-то что-то может прилипать но нет никаких проблем его сделать если вы хотите делать каким-то другим маслом делайте наверное но тогда стоит задавать все остальные вопросы тоже этим специалистам я повторюсь льняным маслом никогда не делал прокалку да и в общем-то не вижу смысла ее делать у меня и так все хорошо зачем мне нужно заморачиваться когда я за 10 минут делаю прокалку вот этой же ровни и дальше пользуюсь без проблем не вижу смысла видно что дно потемнело налейте если больше масла то особо сильно много не выиграете кроме того что чадить будет дольше сегодня у меня вот такой вот кусочек мяса так обратите внимание здесь уже густо вот оно такое становится действительно желеобразное это масло и это очень хорошо жаром я полностью нагрета к жаровне идет вот такая вот крышка вот так вот она выглядит здесь дырочки она и к казану конечно подходит нормально подходит к казану но готовив в казане я вообще крышкой не пользуюсь вот так вот подходит к жаровне да если была бы кисточка конечно было бы наверное поровнее но кисточки у меня нет в принципе это абсолютно ни на что не влияет просто вообще ни на что он после готовки этот слой все равно выровняется когда постоянно готовишь слой будет хорошенький ровненький сейчас мне это нужно сделать просто для того чтобы сделать первоначальный слой ну в принципе вам решил показать на самом деле то что люди слишком много задают вопросов слишком сильно опасаются что-то испортить на самом деле здесь ничего испортить невозможно да кроме продуктов которые можете положить потому же сама посуда очень мощная очень толстая с ней ничего не будет ее никак не поведет ничего от этого нагрева в принципе рассчитан для того чтобы нагревали и так все масло почти уже запеклось вот так я даже лишнее уберу лопаточкой лишнее уберу лишнее оно и есть лишнее выключу плиту остужу жаровну сполосну ее от всего этого лишка и начну готовить сейчас просто даже ее брать в руки даже с прихватками будет очень горячо так и так жаровня еще очень сильно раскалена но тем не менее у меня нет времени ждать вечность поэтому я сейчас все сквозну включу в мойке холодную воду налил горячей воды из чаника просто чтобы побыстрее остудить эту жаровну сейчас кипеть перестанет я все солью полосну холодной водой и продолжим в пожарок сильно раскалена даже через прихватки чувствуется все вот так выравниваю лишнего убрал то что сдиралась она содралось сейчас как мы видим уже ничего не сдирается еще раз я сполосну все-таки то есть что я сделал я налил столовую ложку масла я нагрел полностью жаровню после этого масло запеклось допустим я использовал просто обычную лопатку деревянную поэтому само покрытие масляное было не очень ровным потом я где-то вот эти все неровности опять-таки лопаточкой убрал после этого я остудил жаровню как студил она такая же кипятошная еще но тем не менее убрал вот эти все ошметки которые были от масла сполоснул сейчас холодной водой из-под крана вот ну и собственно сейчас начну готовить видите вот здесь вот водичка есть сейчас мы подождем вот она как она испарится да так в принципе я включаю сейчас снова нагрев включая плиту на максимум то есть сейчас у меня на дне жаровни уже хороший такой антипригарный слой то есть все делаю это я сразу грубо говоря я прокалил жаровню ну как прокалил просто да с маслом и сейчас остудил да надо будет остудить именно после нанесения этого слоя нужно будет обязательно остудить то есть обязательно сполоснуть холодной водой тоже ровню кто говорит что треснет еще что-то я тоже слышал такие истории но все это не касается эталона есть совершенно другое качество здесь промышленное литье под давлением то есть чугун льется под давлением поэтому здесь посуда совершенно иного уровня у меня лежит на готове жарить я буду его на курдюке да кстати уважаемые зрители те кто прямо сильно заморачивается по поводу вот этих всех прокалок да я вам хочу сказать следующее как их делают в узбекистане в узбекистане просто берут новый казан нагревает его и смазывает курдюком можно взять вот такой кусок да но я лучше настрогаю его и слушал конечно делал на курдюке вообще на каком-то твердом жире как то может быть сало до свиное почему потому что при нагревании она растапливается а при остужении она становится твердым поэтому естественно слой на таком жире он получается лучше и убираю курдюк и приступаем приступаем жарке мясо